Добрый вечер, господа. Это «Реальное время» на волнах радиостанции «Финам-ФМ». И сегодня на мои вопросы будет отвечать Сергей Шаргунов, писатель, главный редактор портала «Свободная пресса». Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Вот смотри, у нас не так, на самом деле, много времени, чуть менее одного часа, но я хочу с тобой обсудить очень многие важные вопросы. Среди них я себя поймал на такой мысли. Я иногда смотрю российское телевидение, чаще, безусловно, читаю российские газеты и вообще издания. Интернет — это то, что я не пропускаю вообще ни дня. Знаешь эту шутку, да, о том, что газеты пишут о том, что написал вчера Twitter, LiveJournal, телевидение рассказывает о том, что написал LiveJournal в течение недели, а газеты уже в итоге подбивают все, что происходит в электронных сетевых медиа. Я к чему это все? Ты знаешь, у меня сложилось такое впечатление, что российское общество в какой-то интеллектуальной импотенции находится. Не представляется тебе, что на самом деле мы сейчас переживаем некий этап, когда, да, цепляемся за, я не знаю, за Путина, за Госдуму, за те, в общем-то, непонятно какие законы, принимаемые в Нижней Палате Федерального Собрания, но на самом деле я не вижу политики, да, я не вижу политиков. Вот я хочу твой взгляд увидеть на современную Россию именно в этой части. Не хватает осмысленности, не хватает на самом деле просто ярких людей и не хватает хороших текстов в том числе. Кстати, сейчас затеяв этот самый портал, который уже давно существует, придя на портал «Свободная пресса» вместе со своим товарищем Захаром Прилепиным, мы увидели эту важную задачу — сгребать ярких людей. Это ведь и литераторы, которые могут размышлять не только о литературе, и, наоборот, люди далёкие от искусства, которые будут говорить не только о политике. Но вообще генерация, производство, смысла, не люблю говорить слово «смысл» во множественном числе, это важно сегодня. Этого не хватает, может быть, ещё и потому, что сейчас несколько мёртвый сезон, а может быть, ещё и потому, что, ну, как-то люди даже сами уже разучились воспринимать что-то, что находится планкой несколько выше их ожиданий и их представлений. Я заметил в последнее время, что если вывешиваешь какой-то качественный текст, над которым нужно немножко подумать или сделать хотя бы некоторое минимальное усилие, при чтении сразу в комментариях появляется заборная матерщина, типа «Чем вы нас тут грузите?» Это самое литературное, что ты мог воспроизвести из всех комментариев, которые... Это проблема упрощения, она есть во всём. Эту проблему мы наблюдаем уже не первый год, но мне кажется, что сейчас некоторое выхолачивание, истончение на всех фронтах жизни, на самых разных её участках и областях видно. Это такой рубеж? Это что? Это и вымывание профессионализма, и вымывание как такового интереса к социальной среде. И действительно, та самая инертность или импотенция, как правильно ты сказал, которая действительно постигает общество. Но мне кажется, что интересные, яркие, талантливые, разнонаправленные люди, они есть всегда. Просто важно эти крупицы как-то сгребать вместе. Ну смотри, я в большей степени, конечно, занимаюсь политикой, политическим анализом, и вот на этом фронте вообще тихий ужас. Вот реально тихий ужас. С одной стороны, власть, которая, наверное, выстраивает некую свою логику. Мне очень трудно её объяснить. Вот я тебе на полном серьёзе это говорю. То есть я периодически пытаюсь её найти, периодически, а какое это препятствие или камень возникает, чтобы это понять. Но я не могу сказать, что и оппозиция, и нечто, знаешь, такое механизм, который генерил бы новые идеи. Нет, Путин, уходи. Вот это самое оптимальное. И больше ничего. Ну дальше, да, идут рассуждения о независимости суда, что я думаю, мы с тобой оба согласны, что свобода прессы, мы с тобой оба согласны. Ребят, но этого мало. Вот понимаешь, мне не хватает сейчас реальной политики. Я хочу сказать, вот сразу разделив твой во многом риторический вопрос на две части. Ну, начну с оппозиции. Мне кажется, что оппозиция очень разная. И проблема в том, что многие, и условные левые, и условные правые, постоянно предлагают разного рода рецепты и концепции, как нам реанимировать и реорганизовать рабкрин. То есть, прости господи, на самом деле, если говорить всерьёз, то речь идёт, например, о Министерстве внутренних дел, о нашей полиции. Речь идёт о системе здравоохранения. Есть разные серьёзнейшие предложения от разных сил. Но дело в том, что... Но они тонут. Но дело в том, что, во-первых, они уже никому не интересны. Потому что все прекрасно понимают, это в каком-то смысле даже такое животное чутьё, что если эти ребята не имеют никаких шансов реализовать ими предложенное, то нафиг вообще это предложенное читать. Поэтому это просто никому не интересно. И это касается и такой полемики, которую можно было бы даже и затеять вокруг отдельных каких-то социальных улучшений, изменений, рецептов, которая тоже вела бы в никуда. В том числе и потому, что в Госдуме понятно, что есть всё равно контрольный блокирующий пакет у одной силы, который будет, как мы видим, там сразу в нескольких чтениях проталкивать всё, Там есть волшебная цифра, даже 238. Поэтому я думаю, что проблема, особенно нулевых и последних 5-6 лет, это общество спектакля. Как говорил в своё время, и так называлась его книжка, знаменитый французский философ Гиде Бор, это общество спектакля, которое мы наблюдаем. В обществе спектакля всё теряет вес. Любое высказывание, любая идея, любое предложение улучшить. И в этом смысле я бы не стал пенять на разнонаправленную, разную, действительно многоликую, но оппозицию. У нас нет единой оппозиции, слава богу. Беда о власти и та черта, к которой подошло наше общество, что люди самых разных воззрений оказались крайне недовольны происходящим. Потому что всё живое, и все те, кто мог что-либо предложить, оказались за скобками. Мы разберёмся без вас. И здесь я хочу сказать как раз о второй части обсуждаемой темы, о логике власти. Мне представляется, что эта логика хоть и довольно пещерная, но внятная. То есть ты её видишь. Да. И мне кажется, что сейчас власть как раз столкнулась с некоторой исчерпанностью прежнего, вполне просчитанного, хоть и примитивного сценария. Так вот, этот сценарий, мне кажется, сводился к тосту, который произнёс один видный вельможа в штабе Владимира Путина аж в 2000 году, в ночь после президентских выборов. Он поднял тост за обожествление власти. И потом этот человек... То есть, представляешь, это реально, да? Это реально, да. Это было реальное событие, и этот тост был реальный. Да, и люди выпили. И многие очевидцы мне рассказывали... Но не закусили, по всей видимости. И этот человек стал идеологом власти и управляющим внутренней политикой на долгие годы. Я думаю, что обожествление, оно ведь не обязательно сводится к беспредельному культу личности. В первую очередь, здесь важна не любовь, здесь важна боязнь. И важно, чтобы эта боязнь изгоняла даже тень с мешка. Власть показывала всем, что есть высший круг жрецов, которые приближены к главному жрецу. И для них людские низшие законы не писаны. Важна слепая, даже нелепая преданность. И одновременно с этим всякий, кто упорствует в своих заблуждениях, то есть, кто действительно оказывается вне системы и на полном серьёзе противостоит этому кругу жрецов, повергается вниз, на самое дно, и барахтается там в грязи. Его, так сказать, показательно окунают туда, на это дно. И можно, конечно, принести такое унизительное публичное покаяние, пройдя через отмежевывание от тех, кто ещё не осознал свои прегрешения. В общем, это такая, по сути, жреческая структура. И когда говорят, что у власти всё это время не было идеологии, не было идей, это правда. Но у него была простая религия, поклонение самой себе. Это, по сути, такая тоталитарная... И, соответственно, деление на адептов и врагов. Да, это, по сути, тоталитарная секта. Нельзя говорить, что наша власть вообще тоталитарна. Но то, что она секта, это точно. Это явное преувеличение, да. Но то, что она тоталитарна в вопросах политики, то есть, в вопросах реальной политики, то есть, в вопросах власти, это да. И, на самом деле, этот рецепт, он появился... Эта стратегия, она появилась даже в 2000 году. Есть реальная бумажка, разработанная в недрах администрации президента, где по пункту перечислялось, что нам нужно теперь изменить. Это взятие общества под контроль. Партии, выборы, телевизор. А потом уже власть, конечно, становилась всё примитивнее. И даже тех, кто сочинял эту бумажку, отбраковывали. На их место приходили более стойкие и... Более правильные, преданные. И менее замороченные. Да, и менее думающие. Ну-ну. И, по-моему, чем дальше, тем больше. И вот мы пришли к определённому этапу, когда в том числе те, кто вот сочинял эти бумажки, они уже на обочине. Да, и главный смысл всей этой линии состоял в том, что власть должна быть мощной, недосягаемой, неприкосновенной и, в сущности, парить над облаками, чтобы вот никакая облачность её не тревожила. Взмыть и парить, да. Ну, проверда. Вот. Но понятно, что чем дольше в этой логике власть действовала, чем дольше она усиливалась, тем, на самом деле, быстрее она деградировала. И тем ближе подходила к абсурдному финалу. И я считаю, что события декабря 2011 года, это, конечно, не падение власти на болотистую почву, но это та самая турбулентность, которая понизила, ощутимо понизила власть из её надоблачного, заоблачного пространства. И в этом смысле сегодня власть столкнулась с новой историей. Власть, в сущности, оказалась десакрализирована, если возвращаться к знаменитому тосту в ночь, вот в марте 2000 года. Вот эта стратегия обожествления власти провалилась. Этот бокал треснул. И в этом некрасивом слове десакрализации мне слышится хруст стекла. Я не могу говорить, что власть потерпела тотальное поражение. Власть обладает колоссальными ресурсами. У неё есть ОМОН, которым она может запугивать выходящих на болотную, как собакой Баскервилли, спускать. Но, конечно же, власть обладает ресурсами для того, чтобы держать основную часть населения так или иначе под контролем. А десакрализация российской власти... Да, мы подробно поговорим сразу после краткого выпуска новостей. Здесь и сейчас, в реальном времени, на Финам-ФМ. Сергей Шаргунов, писатель, главный редактор портала «Свободная пресса». Ну, давай продолжим всё-таки эту мысль. Понимаешь, всё-таки власть в России всегда с акрализацией. Обыкрыть у неё была полная. Это было нечто от высшего. Я не буду произносить «Господа в суе», потому что это спорный вопрос. Я не хочу в эти дебри вступать. Но, тем не менее, для России принципиально влажно. Важно сакрализировать власть. Этого нет теперь. Я хочу сказать, что чувствуя, остро чувствуя это и понимая эту новую ситуацию, а ведь власть пытается что-то придумать, чтобы сохранить собственную сакральность. На самом-то деле, ведь что случилось? А случилось простое. Людей вышло очень много. И всё. Вот такое простое событие. Идея состояла в том, что нам противостоит горстка отщепенцев. И вдруг оказалось, что вышла такая масса людей, в сущности, в отсутствии любой системной оппозиции, вышла такая масса людей, что власть оказалась понижена. Власть подопустили. И сейчас власть экстренно пытается придумать что-то, чтобы люди перестали выходить. Потому что впереди осень и так далее. Что для этого нужно сделать? Как вернуть сакральность? У нас уже осень сакрализована. Вот вокруг неё осень уже нечто большее, чем просто природное явление. В русской истории всегда. И один из элементов, это, кстати, обращение к церкви. Потому что представить себя как помазанницу Божию, постараться максимально договориться с иерархами и провести эту параллель, эту ассоциацию между собой и церковью, это очень важно для власти. Почему? Да потому что русский человек, даже трижды атеист в душе, всё равно с внутренним почтением относится к месту, где крестят и отпевают. И вот эта попытка сработать, в том числе на иррациональном, она, конечно, свойственна власти. Я уж не говорю о попытке противопоставить мнимых гламурных грешников, мнимому здоровому большинству, попытке противопоставить Москву, Россию и так далее. На всём этом власть тоже пытается работать, но в сущности это всё-таки работа с иррациональным, со священным. Работа зачастую с почвой, работа с мистикой, работа с тем, что может сохранять символический капитал власти как власти, чтобы власть не была голой. Но вот что происходит сегодня? Мне кажется, ведь дело в том, что поменялся сам воздух. Есть такая новость, которая переносится от человека к человеку. Эта новость неутешительна для власти. Она звучит просто. Единожды потеряв сакральность, её уже не вернёшь. Я езжу много по стране. При этом, что бы ты ни делал, какие бы методы ты ни применял, куда бы ты ни обращался. Потому что методы могут быть разные. Я вижу, с одной стороны, этот метод посадить самых буйных, запугать самых буйных, зачистить интернет, прищучить прессу, принять сейчас новые драконовские законы и выборочно, но чётко их применять в отношении смутьянов. Методично и точно по целям. Одновременно где-то выпустить пар. Превратить чёрные списки на телевидении в серые. Организовать срежиссированные дебаты, которые подтолкнут зрителя к простейшей мысли. Альтернативы нет. Прости, я даже сейчас тебя перебил, потому что ты сейчас говорил об этих дебатах. Я вот в самом начале, Сергей, если помнишь, я сказал, я мало смотрю российское телевидение. Потому что на второй минуте российских новостей у меня начинается флюидное, рефлекторное такое, знаешь, состояние выключить. Если супруга мне просит, прекрати вот это вот всё обсуждение в кругу детей и семьи. Но я заметил, что практически на каждом канале, практически каждой части, есть какие-то дебаты. Ни о чём, о чём-то. Но на самом деле всё ни о чём. Я посмотрел несколько политических дебатов одного из своих коллег. Мы с ним знакомы. Мы придерживаемся крайне разных позиций. Мы с ним очень хорошо знакомы. Мы друг к другу, в общем-то, хорошо относимся. Я не буду называть это имя. Я думаю, все поймут, о ком идет речь. Так вот, то, что он делает, я ему в лицо как-то сказал. Это проституция. На что он мне в ответ заметил, у каждого есть своя цена. И тут я, безусловно, не ничем поверить. У каждого есть своя цена. Вот для кого-то принцип свободы демократии, я это произношу без пафоса, независимого суда, свободы СМИ, является принципом жизни. А для кого-то имеется цена вопроса. Один, два, три и так далее. Понимаешь, счёт, да? И вот когда ты произнес эту фразу о дебатах, меня прям передёрнуло. Там нет их. Вот их нет. И дело в том, что, конечно, власть сделала выводы после первого же выхода людей на улицы. Я повторяю, что чёрные списки превратились в серые. Но от этого дьявольская казуистика в работе с пресловутой свободой слова не изменилась. Из ящика, да. У нас нет нормальной дискуссии на телевидении. И вот в такой конве событий пока не предвидится. Я езжу много куда. Да, вот ты хотел рассказать про свои поиски. Я вижу, что всё-таки настроение людей меняется. Это не настроение в сторону немедленного желания поднять... Это не настроение в сторону немедленного желания поднять флаги и нестись на площадь. Это не у всех так. Но это изменение отношения к власти. Начну, на самом деле, с Первопрестольной, где мы с тобой сидим в студии. Я в своей свободной прессе даю ежедневное задание корреспонденту. Он ходит по Москве и задаёт обычным людям вопросы по актуальным последним новостям, по мотивам последних событий. И надо сказать, что большинство людей отзываются о власти либо равнодушно, либо с отвращением. Я хочу сказать, что люди перестали бояться, отворачиваться, жмуриться. И удивительно, что почти все в открытую называют главную фамилию. Фамилию президента. Тебе это удивляет? Раньше, раньше, еще недавно о нем, о главном, отзывались как о человеке, обожественном при жизни. Я объясню, либо хорошо, либо никак. Это было в целом распространено. Либо отказывались от комментариев. Сегодня либо плохо, либо никак. И еще с усмешками. Над властью стали все чаще и все больше сменее. Ну и хорошо, Сергей. Это отлично. Вот я и говорю об этой дискримизации. И я вижу это в том числе на самом-то деле и в стране. Вот я был сейчас в Перми на книжной ярмарке. Я иду по центру города, я вижу там прям застекленные такие стеллажи. И там выставлены фотографии болотного побоища 6 мая. Там выставлена непохожая, но забавная карикатура на президента. И люди стоят, обсуждают, одобрительно кивают, как будто в Москве уже победила революция и вот докатилась до города Перми. Я прилетаю следом в Калининград на литературный фестиваль. Разные точки, да. И я вижу граффити на стенах и столбах, где лозунги московских манифестаций воспроизведены, включая известный эфимизм вор. И я просто знакомлюсь с прекрасной рыжей барышней в кафе, она начинает мне говорить все те же мемы и предъявы, которыми наполнен сегодня российский интернет. При этом она не политика, она не активистка, там не член никакой политической партии. Нет, она совершенно в стороне. Я просто, ты понимаешь, это очень важно, уточни. Это важно, и она не готова немедленно идти на площадь, но, тем не менее, произошел поворот в сознании. И поэтому и пиаровские телодвижения с попыткой обелить власть, и черный пиар, все это уже не срабатывает. Больше того, попытка дискредитировать оппозицию каждый раз работает в пользу тех, кого стараются опорочить. И, например, в конце зимы это Уралвагонзавод. Я как вспоминал об этом здесь в эфире. Это Челябинский тракторный подразделение Уралвагонзавода. Я среди этих ледяных огромных помещений, среди допотопных станков разговаривал с нормальными работягами, и они тоже воспроизводили эти самые мемы, эти самые предъявы, которыми заполнен российский интернет. Поэтому, что послужило причиной пресловутой десакрализации, а по сути того, что к власти перестали относиться всерьез? Я думаю, что да, и рост интернета, да, и ослабившая эту власть возня с тандемом, да, и то, что нулевые годы закончились, и просто само время привело к нам сейчас сюда, во двор, десятый, десятый на дворе. Но, и главное, что просто люди уже устали. Сама логика власти, с чего я начал, привела ее к этому абсурдному тупику. Но это не крах. Это не крах. Я имею в виду для них. Это не крах. А что это для них означает? Вот для них, вот давай, подожди, мы с тобой рассматриваем с нашей точки зрения, с нашей колокольни, с точки зрения тех людей, да, ты вот, например, Пермь, Нижний Тагил, Калининград, да? Пермь, Челябинск, Калининград. А с их, вот с их точки зрения, на твой взгляд, что это? Это, это новое качество. Это новое состояние, с которым нужно работать, которое может перейти в потрясение. Потому что мы знаем, что тающая цена на нефть, мы понимаем, что новая волна приватизации, надвигающийся кризис, ЖКХ, взвинчивание всех этих цен. Слушай, оппозиция злорадствует, что ли? Злорадства не должно быть. Вот я тоже хочу, вот это правильная фраза. Но можно ожидать, что значительное количество наших граждан, которые раньше не связывали политику с собственным кошельком, с будущим детей, вообще со своей жизнью, поймут прямую связь. Контролируем мы власти, как мы живем. Вот на это надо рассчитывать. Я тебе честно скажу, меня не радует. Вот то, о чем в последнее время все часто очень говорят. Мировой кризис вновь спровоцирует здесь, он спровоцирует здесь хаос. Вот что он может здесь спровоцировать. Власть, над которой, как ты заметил, уже смеются сейчас, а нету потрясений финансовых, экономических пока, да? Только что же будет после? Над ней уже будут не смеяться. Я думаю, что здесь все очень зависит от власти. Дойдет ли до нее понимание, что дальше так продолжать нельзя? Потому что я вижу, что, к сожалению, несмотря на имитационные изменения, власть продолжает действовать в том же абсурдистском русле. Я полагаю, что наша власть абсолютно бессмысленна и вполне беспощадна. Она вполне беспощадна в тех случаях, когда чувствует, что что-то ей угрожает. И, к сожалению, логика этой бессмысленности и беспощадности может привести только к зеркальному ответу, когда мы увидим ту самую, описанную Пушкиным, тяжелую волну бунта. Вот не хотелось бы этого по той причине, что это будет означать, прежде всего, удар по нашей стране и отбрасывание ее далеко. И по каждому из нас. И по каждому из нас. Сергей Ширгунов, главный редактор портала «Свободная пресса», мой коллега сегодня здесь, сейчас, в реальном времени на Финам.ФМ продолжил после краткого выпуска новостей. Очень хорошо сказал один из моих слушателей, его зовут Павел, я даже его имя запомнил. В нашей стране сейчас происходит имитация имитаций. Вот об этом поговорим после выпуска новостей. Это реальное время на Финам.ФМ. Добрый вечер тем, кто в эти минуты к нам присоединился. У микрофона Юрий Пронько. Сегодня у нас в гостях здесь в московской студии Финам.ФМ Сергей Ширгунов, писатель, главный редактор портала «Свободная пресса». Вот я хочу эту мысль продолжить. Ты говоришь о том, что до новостей, которую, да, ты высказал, власть беспощадно, она чувствует угрозу, а власть не настолько разумна, чтобы предпринять некие встречные шаги. Но вот на прошлой неделе я написал осознанно абсолютно такой провокационный пост у себя в блоге в LiveJournal, что я еще верю в разум Путина. Знаешь, я еще не весь, не всю сакральность с президента снял, да. Я это делаю осознанно. Я говорю, у вас еще есть возможность, господа, там, да. Я не показываю вверх, потому что там Господь Бог. Они где-то все-таки пониже, да, чтобы вот так вот указывать наверх. И уж точно я с тобой не согласуюсь, что они парят там где-то, слишком мелки для того, чтобы парить, да, вот в том безвоздушном пространстве. Так вот я хочу понять, это наивный мой романтизм, или ты также согласен, что у них еще есть шанс? Вот я хочу понять твои мысли. Потому что чаще от оппозиционеров, да, мы все-таки с тобой не оппозиционеры, уж точно не профессиональные революционеры. Ну, я абсолютно искренне, весьма критично настроен. Абсолютно и я критичен, но все-таки, понимаешь, мы занимаемся с тобой медиа, да, мы не должны нравиться даже публике, я больше скажу, мы имеем свою позицию, мы как аккны, что видим, то и поем. Я всегда честно говорю в своем мнении, я постоянно неудобен тем или другим. Вот скажи мне, все-таки на разом стоит раз и рассчитывать, или... Нет, они парят, да, ну и комары бывают парят, понимаешь, и бывают весьма, и весьма досаждают, бывает. Значит, я на самом деле рассчитываю, да, я думаю, что не все там дураки, хотя таковых тоже немало. Я думаю, что все-таки проблема еще и в некоторой архаичности представления власти и в изначальной установке поклоняться самой себе, но не служить идее развития страны. То есть многое делается так, абы как, чтобы просто отвязались. Да, действительно, жирные куски бросались куда-то в дыру, там, да, на ходу их делили, потрошили, да, и что-то там долетало до граждан, но такого принципиального, принципиального, стратегического вектора развития его не было. Появится ли он сейчас едва ли? Едва ли. Едва ли. По причине? Несмотря на то, что во власти есть разные люди, люди разных убеждений, есть, безусловно, профессионалы, но вот общая установка, которая идет, к сожалению, с самого верха, это установка достаточно старомодная и достаточно, ну, как бы сказать, нетворческая, что ли. это все-таки идея вот всех вот так давить, чтобы не мешали, а всех это уже проблема в том, что всех живых людей, всю страну, это уже давно происходит, они, они с одной стороны там отсекли яблоко, с другой стороны разгромили родину, с третьей, все недовольны. Я с удовольствием слушаю твои эфиры, куда приходят от Яшина до Константина Крылова. К сожалению, довольных у меня бывает крайне редко, да, таковые. Идея власти по-прежнему стоит в том, что все, что ей предлагают, осмысленные люди, то есть люди, которых можно называть настоящими гражданами, у которых есть свое свободное мнение. Вот их всех под ноготь? Это все завиральные идеи, я вот прямо вот цитирую первое лицо. Вообще все идеи у нас завиральные, а незавиральные идеи это просто благосостояние группировки, которую в существе можно назвать клиптократией, которая сама будет распоряжаться теми доходами от нефти и газа, которые получают. А благосостояние, прошу прощения, даже так осторожно, спрошу обычных граждан, это нет? Не в зоне действия? Ну, главное, чтобы вот не роптали. Вот и все. То есть все, кто ропщет, удавить? Но всех же не удавишь, поэтому нужно контролировать это. А дальше уже контроль утрачивается. Они видят, что людей выходит все больше. Глазь боится, что будет выходить еще больше. Глазь боится, что перестанет контролировать эту ситуацию. Вот это к чему? К тому, что там разума нет. Но она не пришла, мне кажется, эта власть готовности. Например, это было бы очень важно, провести новые выборы в Государственную Думу. Власть вообще не понимает, что такое общество, химия общества, сложность общества, страты общества, институты общества. Когда это произошло, Сергей? Когда разрыв произошел? Я думаю, что он произошел уже 10 лет назад. Как бы это ни было печально. Но, конечно, были люди потоньше, которые потом отбраковывались. Но сама вот эта... То, что я называю поинтеллектуальнее. Да, но сама эта опасная установка, установка на закатывание общества, на то, чтобы накрыть общество колпаком, она, с одной стороны, понятна, казалось бы. Это вроде такой эффективный менеджмент. Слишком уж досаждают пятые и десятые. Но в итоге, доведенная до предельной логики, то есть до абсурда, эта политика приводит не только к краху общества, и к той примитивности, и к той инертности, о которой мы начали разговор, но и к краху самой власти. А власть, она ведь пронзила всю страну как бы таким стержнем. Недаром они обозвали себя «Единой Россией». Они действительно... Это очень печально. Они вросли, как ноготь врастает в страну. И это страшно, потому что у нашей страны есть вертикаль под названием коррупция. Потому что как... Очень эффективно работающая. Как ни печально, да, у нас все работает через коррупцию. У нас есть... И, по сути, тождественная этой вертикали, вертикаль власти. И вот как только эта власть посыпется, о боже, что будет со страной? И здесь, конечно, задача здравой оппозиции не кликушествовать и не вопить, пусть сильнее грянет буря, а быть готовыми удержать этот груз. А ты считаешь, что есть... Власть ненавидит профессионалов. Власть ненавидит умных и ярких людей. Если таковые появляются со стороны оппозиции, значит, они должны быть подавлены или перекуплены, дискредитированы. И в конечном итоге мы приходим просто к обмелению общества. Вот оно, голое дно. Мы не видим нормальных людей ни внутри власти, потому что нормальные люди там перерождаются, ни вне ее, со стороны оппозиции, потому что многие отличные ребята просто маргинализированы. И вот эта линия, этот менеджмент власти ведет всю страну к тупику. Они не хотят даже одной передачи. Вот давайте хотя бы один раз сделаем прямой эфир, пригласим всех. Позовем и Лимонова, и Навального, и Делягина. Пускай каждый не отрепетировано, не согласовано за кулисами скажет то, что думает. Давайте вообще поговорим о ситуации в стране. Давайте вы приведете своих, кто ответит. Давайте ваш ведущий не будет манипулировать разговором. Давайте мы покажем это не только на Владивосток, а для всей страны. Этого нету. Они не готовы к этому разговору. Они не готовы к этому разговору даже внутри кабинета. Вот эта глухота, по сути, такая бандитская глухота власти. Это печально. Сектанская, правильно сказать. Саталитарная секта правит России. Да, вот что это будет означать через, я не знаю, энный промежуток времени? Страна медленно наверх. Ну, понимаешь, я даже чувствую по звонкам радиослушателей. У одних, вот, как хорошо, если был бы дедушка Сталин. У меня, так знаешь, волосы дыбом начинают вверх подниматься. Дальше. Другой звонок. Ну, вот надо вилы брать и идти понятно куда. Я пресекаю эти звонки не потому, что я чего-то боюсь. Я просто знаю, что вот те, о ком мы сейчас с тобой говорим, для них это все. Вот, вот давай, давай, мы сейчас тебя подведем к статье. Вот мы это все сейчас, вот вы своими ручками это все и сделаете, да? Но, меня это настораживает, понимаешь, меня это настораживает. Потому что у меня, ты знаешь, у меня-то звонки не предмодерируются. У меня реальный прямой эфир. Вот он как идет, так и идет. Общество горячеет. И, несмотря на то, что власть, конечно, отсеивает буйных и пытается беззаконно хватать и сажать даже тех, кто не причастен никаким беспорядкам, мы это видим. Просто они смотрят, кто наиболее активен. Это не поможет, потому что само по себе общество наполняется этими просто тесными настроениями. Я бы не спешил с модными в наших вот таких журналистских или интеллектуальных, зачастую в псевдоинтеллектуальных кругах разговорами о том, что люди мало чего соображают. Это как бы такая темная суровая масса, которая... Нет, я с тобой согласен. Они очень даже хорошо соображаются. что даже когда говорится, так скажем, о советском прошлом, зачастую это эвфемизм. Это во многом такие вот протестные разговоры, когда люди задают вопрос о развитии. Я уверен, что сегодня, это мы видим, кстати, по большим протестным шествиям, возможен общий подход в ключевых точках развития страны. Это и понимание важности промышленности и производства, это важность строительства дорог, это важность реформирования и армии, и полиции, это важность нормальной работающей судебной системы, это важность социальных лифтов. Люди могут называть хоть Николая Первого среди своих кумиров. Дело не в этом. Вопрос не в том, что надо копаться в окаменевшей истории. Вопрос в том, что людям надоело бессмысленное топтание в безвременье. и поэтому, конечно, растет молодежь, которая, к сожалению, становится все горячее. И в этом смысле вот конфликт, который я сейчас вижу, он еще и поколенческий. Кто-то пошутил, что сегодня социальным лифтом стал автозак. Это правильная шутка из Твиттера. Когда я наблюдаю... А ведь отчасти это ведь новая престижность. Возникает вопрос, а что ты мне дашь, дорогая власть? Ну, ты мне... Я тебе подарю! Автозак, да! Ты мне отвалишь бабла. Когда люди просто с ужасом смотрят на этих одиозных персонажей, которые остались единственным кадровым резервом и, по сути, уже становятся фронтменами власти, когда там чуть ли не главой комитета по образованию в Госдуме назначают невзвестный персонаж. Зимого тролля, потом делают замглавы. Или другого персонажа в правительстве, главой комиссии. Ну, сейчас делают замглавы. Это все тактика, им не с кем иметь дело, потому что... Они это понимают. Они же это должны понимать. Они уже настолько отупели, что они могут иметь дело только с гопниками. А. Понимаешь? Они готовы иметь дело с гопниками. Это приговор всей стране. Да. Они всех... То есть не стоит злорадствовать, а не радоваться этому. Мы все враги. Если у тебя есть свое мнение, ты уже враг. Все, вот это их тактика. Они пришли к ней. Я не вижу изменений этой тактики пока. И, конечно, это все к добру не приведет. Как только. Они уже затронули массы людей. Они раньше думали, что они затрагивают просто активную часть. Неважно, каких взглядов активная часть. Повторяю, это могут быть и социалисты, и либералы, и очевидно артикулированные патриоты, как Юрий Болдырев, например. Ведь профессионал, очевидный человек, с большими знаниями и мог бы пригодиться. Но поскольку он критично настроен по отношению к власти Владимира Путина, его просто запрещают всюду. Он ввел колонку в одной газете, не самой известной. Его просто по приказу даже оттуда убрали. Сейчас он стал еженедельным колумнистом на моем сайте. И таких людей немало. Власти, повторяю, борются с умными, профессиональными людьми, которые могут ей угрожать. Но сейчас, вот я совершенно не злорадство думаю о грядущем, все-таки и непрофессионализм власти, и меняющаяся экономическая ситуация начинает затрагивать большое количество людей. Поскольку все это время власть не вкладывалась в страну, а власть старалась просто затыкать рты этими случайными деньгами от нефти и газа, сейчас надо будет отвечать за то, что тучные годы превращаются в годы проблемные. Я не говорю, что это будут годы фатальные, но здесь требуется больше ума и больше понимания. Такой вот абсурдной пиночетовщиной вряд ли здесь что-то решишь. Если просто начать людей арестовывать и давить, не думаю, что власть способна на это и готова, потому что наша власть слишком... на Западе к своим счетам, к своей собственности, это власть, у которой и не только имущество, но и дети находятся там. И поэтому это, можно сказать, даже такая духовная родина нашей элиты. Им очень хочется быть там. Поэтому превратить страну в закрытую территорию, где будут давить всех несогласных, этого не получится. Этого не получится, но, тем не менее, в эту сторону власть будет постоянно идти, параллельно, всячески раскланиваясь перед заграницей. То есть для внутреннего потребителя будет пропаганда, такая антизападная, с речами о том, что вся оппозиция куплена за границей. А на самом деле, вот как заявил сейчас глава российских железных дорог, блок НАТО должен активнее использовать наши железные дороги для транспортировки своих грузов. То есть для вас мы припасем пропагандистских каналов там парочку, да? А железные дороги welcome! Абсолютно. Добро пожаловать в Североатлантический Альянс. Пускайте свои грузы, а мы бабло будем рубить. Конечно. И этой темы мы не увидим ни в какой программе в воскресное время. Да и ни в какой иной. И ни в какой иной. Да, за исключением нескольких радиостанций и интернет-пространства. Да, и проблема в том, что, конечно, из самой оппозиции будет вестись и ведется тоже своя работа. Здесь нужно максимально представить оппозицию в невыгодном свете, в невыигрышных ракурсах. Для этого делать старше всего. Но я думаю, это не поможет. В том числе и потому, что невозможно остановить весь интернет, невозможно повернуть стрелку часов обратно. Сергей Шаргунов, подожди. Сейчас мы должны уйти на новости. Я скажу одно. Мне кажется, что вот главное нулевые, нулевые, какими мы их знали, уже превратились в десятые. Сергей Шаргунов, главный редактор портала «Свободная пресса». Писатель. Здесь у нас в реальном времени на «Финам.ФМ». Продолжим после краткого выпуска новостей. Это реальное время на «Финам.ФМ». Сегодня у нас в гостях Сергей Шаргунов, писатель, главный редактор портала «Свободная пресса». Слушай, знаешь, вот мне очень часто пишут мои слушатели, которые говорят, программа классная, жить после нее не хочется. Вот давай все-таки последнюю четверть. У нас буквально стало 12 минут, да? Нет, отчаиваться. Да, на твой взгляд, что может, ну, я не говорю спасти, да, но хотя бы нейтрализовать масштабный негатив в стране? Да нет, во-первых, будет жить интересно, друзья мои. Нам о чем будут рассказывать, а тебе писать. Да, да. И вообще жизнь должна быть интересной. Знаете, вот такая застойная мертвичина тоже не подарок. Другое дело, что я, как отец ребенка, конечно, беспокоюсь. И хотелось бы, чтобы здесь ситуация не вышла из берегов. Что нам ждать? Что нам ждать? Ну, не знаю, что мне ждать. Мне ждать, например, выхода романа осенью, нового, книжки. Большой, такой семейный роман на фоне ранних 90-х. Это отчасти роман идей, где вот сталкивается муж и жена. Хорошо, наверное, писать, слушай, вот в десятых уже хорошо писать про 90-е. Ну, там, кстати, да, что-то видится на расстоянии, и это попытка не вынести немедленные вердикты, а скорее рассмотреть время. То есть, вне зависимости от того, какие мои личные суждения, я стараюсь там показать разные правды, конечно же. Это, мне кажется, важно, если ты художник. Там, кстати, первая глава, это Болотная, 6 мая. Я показываю некоторую, все-таки, связку тех событий. Это ведь такое странное историческое эхо, связка тех событий и нынешних. Ну, и пишется немало, но чего еще? И здесь ведь то, что нам подсказали, и чему нас научили нулевые. Какие бы кретины ни были там наверху, каждый делает свое дело. Именно поэтому нас невозможно зачислить в какие-то политические лагеря, вот так вот, обведя жирным маркером. По крайней мере, я вот так могу сказать о себе. Мне интересны люди самых разных воззрений, если им есть что сказать. Абсолютно я с тобой согласен. Мне интересен и Лимонов, мне интересен и Железняк с Сидякиным. Ну, понимаешь, колоритный контраст. И, в общем-то, я думаю, что будущее России состоит в сшивании разных исторических периодов, не в сталкивании разных групп. Ну, в любом случае, для этого нужен какой-то понятный проект движения дальше. Ну, как у французов получилось, включая даже... Кто его предложит? Вот эту дорожную карту. Кровопролитных деятелей прошлого как-то вот их мумифицировать и представить как музейных героев. В этом смысле дорожную карту может предложить... Ну, могут предложить новые люди. Их могут предложить Кашин, Кашин, Навальный и Прилетин. Вот, вот я же хочу ей сказать, а где эта та самая русская интеллигенция, да? Ты же понимаешь, куда я пиду. Да. Я хочу понять, где она? Они есть, эти чудесные, в том числе и замечательные писатели. Интеллигенция, интеллигент, который не переводится на английский язык вообще никак. Их не увидишь на экранах, но их можно почитать. Это, например, Герман Садулаев, интересный человек, который входил в клинч с чеченским руководством. Умный, на самом деле, такой русский. Кстати, да, последняя его книга очень интересная. Хорошая. Я, кстати, там писал свои мысли на обложке. Это вот политическая история. Да-да-да. Я думаю, что Навальный, несмотря на все твои терки с ним, я к нему ровно и нормально отношусь. Человек, который занимается важным делом, но который не всегда многоточим. Мне интересны люди, которые синтезируют некоторые представления. Люди, которые готовы в новом русском 21 веке учитывать разные взгляды и понимать, что сектанство до добра не доводит. И вот это сочетание представлений и о свободе, и о социальной справедливости, и о сильном государстве, но в здоровом смысле сильном государстве, который отстаивает свои интересы. Слушай, мы с тобой в одном и том же на самом деле мыслим. Это очень важно. Это ведь на самом деле не только политический лозунг, но это и сложная мировоззренческая концепция. Я думаю, что это где-то даже нечто близкое и к Николе Кузанскому, и даже где-то к Гегелю. Это понимание устройства бытия как такового. К сожалению, вот этой метафизики не хватает, и этого, по сути, исторического измерения не хватает людям во власть. Я знаешь, как это называю? Либо за свободу, либо за родину. Вот у нас вот так вот, да? Либо белое, либо красное. Слушайте, а давайте и за свободу, и за родину. Вот как-то так вот вместе вот это соединим. Для меня родина и свобода вместе, они обняли друг друга. И в этом причина моего постоянного клинча с людьми из 20 века. Потому что многие уже настолько заигрались, что они как заезженные пластинки повторяют, зачастую очень талантливо, аргументированно одно и то же. Они не в состоянии понять, что появляются фигуры, которые действительно готовы сочетать в себе любовь к России и к свободе. Это ведь... Вот это самая большая проблема. Но я думаю, что вот за этим будущее. Абсолютно. Абсолютно. Ты не первый человек, с кем я обсуждаю этот вопрос. И мне так же в унисон говорят, что вот синергия этих двух понятий и позволит выйти стране на некий новый рубеж своего развития. Но, понимаешь, я опасаюсь другого. Ты говоришь, ты отец, я отец. Я опасаюсь, потому что до этого надо прожить, надо дойти. А дойдем ли? Вот это у меня очень вызывает большие опасения. Я тоже не уверен, потому что требуется еще какое-то время, и нужно будет преодолевать вот эту энтропию, эти уникальные, но зачастую очень контрпродуктивные залежи. Где-то это очень интересно. Это ведь, по сути, есть живые памятники XX веку, сегодня на публичной арене. Я не буду даже как бы называть имена, мне интересно и те, и другие. И ура-патриоты, и махровые либералы, которые не желают слышать друг друга, но монолог тех и других интересен. Обычно я слышу, знаешь, махровые патриоты. И менее божественный либерал. Ну, это так, шутка на твоем высказывании. Так. Но, на самом деле, требуется, конечно, какое-то время, чтобы новые люди, которым сейчас 30-35, меньше, больше, чтобы эти люди по-настоящему вышли на историческую арену и стали формулировать несколько иначе исторические задачи. Ну, то, о чем говорил, поколенческий конфликт. И, собственно говоря, вот эту повестку времени. Да. И это вопрос в том, что и власть, кстати, это все понимает, но власть это понимает с другой точки зрения, с прикладной, с точки зрения тактики манипулирования. Власть понимает, что действительно нужно порадовать всех. Всем подмигнуть. Но в итоге она решает не стратегическую задачу развития страны, а тактическую задачу собственного пребывания в Кремле. То есть, это задача удержания этой самой власти. Да, мы сейчас всем сестрам раздаем по серьгам, подмигиваем тем и другим, и в итоге просто нас не сковырнут. Мы продолжаем пилить бюджет. А задача состоит в другом. Мы действительно собираем общество, собираем лучшие силы общества для того, чтобы Россия двигалась и чтобы люди вокруг понимали, каков смысл существования в большой стране. Ты думаешь, пробежим, пролетим, вот это-то, не свалимся в хаос? Если ребята наверху не отдумаются, если они будут наставить на своем, то, конечно, придут те, кто будет их зеркальным отражением. Придут лихие люди, как говорили в древнерусских летописях. Эти лихие люди встряхнут тех, кто наверху и с них сурово спросят. Но это ударит по всем нам. Абсолютно по всем. Это плохо. Вот на твой взгляд. Ну, может быть, для Александра Блока, который любил слушать музыку революции и потрясений, это было бы любопытно. Но, если говорить серьезно, то это плохо и для нас, отдельно взятых людей, но это плохо и для исторической судьбы страны, которая может и развалиться, и погрязнуть в большой беде. Ну, позволь, я тогда разверну с другой стороны. Ты говоришь, есть ли там ребята во власти? Да, мы с тобой некоторых ребят знаем, сидящих там во власти, да? Да, я большинство знаю лично, конечно. И вот когда с ними, ты же знаешь, с ними общаешься абсолютно адекватные люди. И на пальцах начинаешь говорить вот так, 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 так. Они нет, нет, подожди. Лич, как мне один, 31 декабря, никогда не забуду. Мы уже готовимся с семьей встречать Новый год. один из вот этих, да, властных, звонит, говорит, я хочу тебя поздравить. Ну, хочешь, давай встретимся. И мне тогда было четко сказано, 31-го, прошу заметить, да, значит, первый тур в один, то есть никаких вторых, ничего даже можешь там себе не фантазировать. И вообще в эфире остепенись, ни к чему это. А пункт второй, я говорю, слушай, это вызовет такие флюидные, революционные позывы в обществе. Они говорят, успокойся, никакой революции не будет, ничего не будет. Ну, ладно, время прошло, все оказалось так, в один тур, революции нет, ничего нет, можно, наверное, перекреститься и сказать, слава богу, но ты говоришь, эти ребята должны осознать, понять, что, на твой взгляд, они должны сделать. Вот первый шаг какой? Хорошо. Вот сразу отметаем, никаких досрочных выборов они себе не могут позволить, потому что они считают это слабостью. Ты это тоже знаешь, это слабостью. Я знаю, да, там считается, что вообще любая уступка это слабость. А уж тем более досрочные выборы, это слабость. И в этом смысле они, даже пойдя на имитационную политическую реформу, уже считают, что совершили максимум возможного. Хотя мы прекрасно понимаем, что реформа пока ведущая в никуда. Я думаю, что они должны услышать страну. А что для этого нужно сделать? Я все-таки считаю, что реальным, реальным концептуальным шагом были бы, конечно, перевыборы в Государственную Думу. Для этого нашлись бы основания. Но я считаю, что сейчас на осенних выборах настоящие реальные силы должны быть представлены. Их должны не снимать с выборов. Мы не должны видеть подтасовок. Это должна быть настоящая конкуренция. Возможно ли это? Я не верю в то, что власть заинтересована в этой конкуренции. Вообще, власть уже слишком далеко зашла. Вот в чем проблема. И, может быть, иной раз кто-то там и хотел бы что-то изменить. Но для этого что-то надо менять уже кардинально. Ну, давайте начнем хотя бы с телепространства, ребята. Давайте вы заведете хотя бы одну программу. Она будет сразу же рейтинговой. Это будет аналог, а может быть, и повторение программы «Свобода слова» с Савиком Шустером. Как бы кто не относился к Савику, как бы кто не относился к этой передаче, там присутствовали левые и правые. И, в общем-то, она была непредвзятой. Давайте сделаем с каким-нибудь нейтральным журналистом, а может быть, с двумя разнонаправленными ведущими разговор об актуальном. Только не истерично и срежиссированно сталкивая разговор там о 20 веке, а поговорим вот о сегодняшнем дне и пригласим всех, чтобы не было никаких запрещенных фигур. Вот на это они готовы пойти? Пока для меня это вопрос. Но я считаю, что, конечно, нужно отпускать тех, кого сажают. Я видел, как 6 мая ОМОНовцы избивали обычных мирных людей, которые просто попали в эту заварушку. Мы знаем, что ни один этих ОМОНовцев не ответил. Тем не менее, в тюрьму отправляют тех, кого даже близко не было на Болотной. Просто по принципу принадлежности к тем или иным организациям и уличной активности. Человек активен на улице, значит, его забрали. Надо выцарапывать этих пленников, власть должна их отпустить. И вообще репрессивный уклон нынешней власти, он очевиден. И это связано в том числе Думаю, что вот если власть будет готова к этому, тогда будет другой разговор. Но сейчас я наблюдаю, в том числе по линии СМИ, что есть настроение наоборот подкручивать и зачищать. И это ошибочный курс. Потому что он ни к чему не приводит, он озлобляет. Проблема конкретных деятелей во власти, что они настроили против себя конкретных людей. Журналист Олег Кашин уже никогда не полюбит эту власть. Он мой друг. Не знаю, как он отнесется к моим словам, но я считаю, что он теперь всегда будет мстить. Потому что я утверждаю, что с подачи этой власти Олег был избит. И с подачи этой власти расследование его избиения до полусмерти не доведено до конца. И это касается огромного количества людей, которые в молодом возрасте пытались послужить своей стране, участвовать в жизни общества, которых жестоко останавливали, шельмовали, отбраковывали, выбрасывали, оставляли за скобками. Таких людей, на самом деле лучших людей страны, все больше. Это активные люди, которые создают вокруг себя гравитационное поле. Таких людей все больше. Если власть не научится по-новому взаимодействовать с обществом, то будет плохо всем. Спасибо тебе огромное. Сергей Ширгунов. Реальное время. Финам. Финам.